Яркий пример успешного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза показали Казахстан и Армения. Экономическая интеграция позволила государствам увеличить объёмы торговли в два раза. Сегодня наша страна поставляет в государство Кавказа продукты переработки зерна, бумагу, картон, фармацевтические и химические товары. Востребованы также казахстанские трансформаторы, кабели, железная проволока, изделия из стали. В обратном направлении везут ювелирную продукцию. Всего более 500 наименований. В 2017 году товарооборот увеличился где-то около на 2,5 миллиона долларов. Это порядка было около 28%. В 2018 году рост товарооборота составил 50-52%. Структура экспорта из Казахстана в Армению, она постоянно меняется. О чём это говорит? Это говорит о том, что есть очень хорошие ниши, которые просто заполняются из года в год деятельностью отдельных компаний. Если эта тенденция перейдёт в системную основу, то положительные экономические показатели взаимодействия двух стран в будущем не заставят себя ждать. Тем временем в рамках ЕС увеличивается торговый оборот Казахстана с Россией. Например, 90% продукции трансформаторного завода в Западно-Казахстанской области отправляется на экспорт в соседнюю страну. Наш завод расширяет горизонты экспорта. К 2019 году мы планируем реализовать порядка 10 тысяч трансформаторов. Со следующего года планируем запустить производство сухих трансформаторов типа ТСЛ. И в последующем запускается новый цех по производству панельных радиаторов, который не имеет аналогов в странах СНГ. Отметим торговый оборот Западно-Казахстанской области со странами ЕС. В прошлом году составил 700 миллионов долларов. Причем этот показатель растет с каждым годом, говорят специалисты. Местные предприятия экспортируют свою продукцию более чем в 100 стран мира. Если сравнить экспортные поставки и импортные поставки, то можно сказать, что ежегодно растет экспортоориентированные предприятия. Если по сравнению с общим товарооборотом, если я сказал 6,9 миллиардов долларов США, то из них экспортные поставки составляют 6,1 миллиардов долларов США. ЕС открывает странам новые возможности, которые нужно использовать для взаимных выгод и дальнейшего развития как национальных экономик, так и экономики объединения в целом. Таков он лейтмотив интеграционной идеи, подчеркивает Евразийском экспертном клубе.